здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас гостях очень приятные гости почему приятные потому что речь у нас пойдет об обучении детей это всегда замечательно и мало того мы поговорим сегодня о детской школе искусств имени леонида иосифовича ковлера и сразу хочу представить вам гостей нашей первой части программы это директор детской школы зульфия джураевна мамедова и первая выпускница школы 1973 года ирина борисовна спасов здравствуйте сразу же вопрос к директору административному работнику вот скажите пожалуйста мы в этом году все-таки столкнулись такой бедой прямо скажем и все сроки сдвигаются насколько сегодня как можно поступить к вам детскую школу специально знаю сразу в начале повторю этот вопрос возможно в финале но где вас можно найти и как происходит процесс зачисления с 12 мая мы начали прием детей естественно онлайн значит родители подает документы через госуслуги мы их рассматриваем предлагаем пройти онлайн прослушивание что эти показатели да такие как вокалисты такие как художники да они могут прислать видео и мы рассмотрев можем их зачислить и естественно нас поступают детки без конкурса это те которые проучились у нас на подготовительным а у вас еще есть подготовительный у нас есть раннего развития детки которые учатся с пяти лет но я думаю мы поговорим об этом чуть позже а пока давайте мы все-таки как бы это вот обозначить вот с чего все начиналось позади я хочу предоставить слово поэтому вопросу ирина борисовна спасла она бывший первый выпускник этой школы она была за учим этой школы водку она сейчас является зав отделом фортепианного отдела вы знаете вот я выпускница 73 года вот школа возникла в семидесятом году идея возникновения школы принадлежала леониду из чуковлеру это первый директор основатель нашей школы до этого в малаховке существовали кружки музыкальные кружки от кассинской музыкальной школы потому что но как бы не было возможности не было базы мы все время находились и находимся в здании так называемого клуба шахтер это от завода месс малаховский экспериментальный завод и там находится большой клуб в котором проходили все массовые мероприятия того советского времени да 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 там даже на последнем этаже был кинотеатр кинозал но сейчас он не функционирует но тогда был кинозал где проходили от первые отчетные концерты нашей школы а у нас поначалу было всего четыре класса в этом здании то есть нам завод выделил четыре класса и сказал можете начать учить детей более того тогда был шикарный совершенно директор завода очень звездный на то время локсионов иван ефтеевич который просто так сказать бесплатно без арендной платы разрешил вот пользоваться этими просто что было и все что было но было у них какая они очень дружились ли они тощим ковлером и у него была договоренность что когда будут какие-то какие мероприятия значительные или к отчетный концерт школы или что-то вот интересное то приглашать рабочих завода приглашать служащих инженеров какой-то административный досуг досуг чтобы они могли отдохнуть на наших вот ведь мы заодно и чем-то занимаются на наших территориях было всего четыре класса вот я заканчивала выпуск школы нас было всего восемь выпускников выставляете то есть но в четырех класса конечно как можно было заниматься хор у нас проходил фойе кинозала и потому что не было класса для хора то есть вот очень был такой интересный момент помещение конечно не хватало но работали замечательные преподаватели во первых сам леонид тощич он был оперный певец он закончил ташкентскую консерваторию работал в ташкентском оперном театре и потом когда приехал сюда московскую область вот он и возглавил нашу школу и возглавил эти кружки и он попутно работал с коломенском музыкальном училище как преподаватель вокала очень был очень творческий эрудированный невероятно интеллигентный человек и его очень любили вот и очень бери мало хорошо звучать же равенна вот скажите пожалуйста понятно что все когда-то начинается но потом наступает период развития несмотря на то что конечно же мы поговорим сегодня о настоящем и будущем все-таки что самое главное из истории вот из того с чего все начиналось вы взяли с собой сейчас чем без чего невозможно представить детскую школу там традиции обязательную преемственность традиции это святое мы конечно же чтим и соблюдаем все традиции у нас школе проходят два конкурса очень замечательная до которые еще были введены аж с самого начала развития школы вот и ирина борисовна да ирина борисовна она как бы продолжатель и я вот сейчас до приняла эстафету это конкурс вортепианной миниатюры нам съезжаются из разных поселков не только любилец округа но также и других округов почти фестиваль до конкурс и мы как бы с удовольствием проводим на базе нашей школы этот вот замечательный конкурс вортепианной миниатюры у нас достойное жюри и все детки обычно очень хорошие результаты показывают то есть все начиналось с кружков потом появляется школа до замечательными преподавателями и сейчас вы уже являетесь неким центром до куда не только приходят дети будут постоянно до заниматься но который может приглашать еще устраивать фестивали конкурсы и опять же концерты все то что так необходимо тем более что сегодня в эпоху вот мы сами все столкнулись да теперь мы специалисты продвинутые по всевозможным онлайновым платформам да это ведь тоже интересно с помощью того же интернета вы можете развиваться приглашать все новых и новых людей опять же можно делать видеокастинг насколько это необходимо для той или иной функции школы и конечно же это выпускники и вот тут у меня вопрос и к вам и кирине борисовне а те ребята которые вот начиная с 70-х годов закончили школу встречаетесь не встречаетесь есть какая-то информация может быть кто-то и пошел по направлению вот этому искусство можно да 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 я просто почему потому что нас работает школе 7 выпускников а уже уже моя мысль прочитал даже какие-то из них работают это мои ученики то есть том числе вот те которые у меня учились поэтому конечно очень приятно очень хорошо и но я самый как бы ветеран модель с выпускников а уже все остальные тоже молодежь больше но все равно у нас очень замечательный состав школе педагогический он обновляется все время и конечно наши выпускники они вот держат свою какую-то форму такую который вот не не опускает планку школы я хочу сказать что вот буквально вчера так вот про онлайн до мероприятие у нас прошел юбилейный концерт онлайн юбилейное поздравление то есть это было сделано все онлайн поздравление песня историческая справка и концерт то есть это было настолько интересно вот мы так отметили свой юбилейную к сожалению ну знаете через какое-то время я тут уже слышал такие высказывания что когда мы вернемся в оффлайн то немножко будем уже скучать по онлайну потому что есть какие-то да да вещи которые интересны а этот концерт точно войдет в историю потому что человеку свойственно конечно все плохое забывать то есть стараться помнить о самом хорошем и важно что понимаете ведь даже такая ситуация она заставляет нас как бы не просто сыграть фортепианный фортепианную миниатюру а сыграть ее как из последних сил потому что вопреки всем этим сложностям а я так понимаю возвращаясь к истории что сложности на пути становления школы было немало да вот как удавалось их решать как удавалось пробивать потому что мы прекрасно понимаем что все искусство любят да но очень при не всегда ему открывают двери то есть нужно было пробивать какие-то вещи опять же помещение так далее вот как это происходило только сил на это ушло вы знаете но я скажу за себя так как я работаю третий год то есть я молодой директор и может не совсем молодая на три года уже но уже уже как бы в мою бытность и мы открыли хореографическое отделение это в девятнадцатом году то есть буквально в прошлом совсем молодое еще младенец это у нас отделение у нас появился новый проект новый конкурс фестиваль твой успех это конкурс фестиваль хоровых и ансамбле ансамбле из вокалистов да то есть это большой большой фестиваль то есть вокалисты поют и хоры и ансамбле и вокалисты любых направленных академические народные эстрады вот и только в восемнадцатом году у нас приняло участие в этом фестивале более 300 участников но это уже о чем-то говорит когда и мы провели этот конкурс на базе большого зала союза у нас есть в малаховке очень большой зал культурный центр так скажем союз вот а что касается чуть позднего такого восстановления да как вы говорите это вот ирина борисовича какие сложности были как пробивали то всю эту историю намного было сложности потому что я была ученицей на то время но я представляю что ли они точно было очень непросто но я уже говорила что он был замечательный дипломат вот и если он мог договориться с директором завода чтобы не брали аренную плату да то наверняка мог говорится с министерством культуры московской области чтобы нас правда нам на тот момент ему удалось достать шикарный рояль блюд нар вот это было очень недешево вот школы оснащались но эстониями но воли да такие вот как бы тоже рая личные тоже район скажем или там красная москва вот тоже вот москва вот этот вот рояль его тоже им а вот сейчас ему удалось на тот момент достать блюд на это конечно было очень весомо и он старался конечно все равно доставать инструменты как-то использовал свои какие-то наверное связи вот потому что я говорю ночи очень был человек которого любили и очень уважали сейчас мы сделаем небольшую паузу и поговорим уже более подробно о том что сейчас происходит куда можно привести детей вы сказали что появилась даже хореографическое а вот а слово хореографическое это и начиная видимо от балета заканчивая современными танцами через народные я думаю тут много всего может быть вот то есть поговорим о том что происходит сейчас и сделаем небольшую паузу эта программа открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог и сегодня здесь мы говорим о замечательной детской школе искусств имени леонида иосифовича ковлера и сейчас у нас смена состава наших гостей потому что к нам пришли сразу две выпускницы причем одна выпускница уже работает завучем по учебно-воспитательной работе это не на евгения печенка выпускница 2002 года кандидат педагогических наук здравствуйте а также совсем еще мало выпускница которая закончила школу в 2015 году людмила сидорова и собственно говоря потом ее в свои объятия принял московский государственный университет геодезии и картографии и вот те работы которые лежат перед нашими гостями сейчас мы со временем посмотрим к чему может привести правильное обучение в правильной детской школе но прежде всего анина евгена скажите пожалуйста какие у вас сегодня существует направление потому что слово искусство она же такое глобально да вот чтобы вы могли предложить сегодня вы правильно абсолютно заметили что дети тоже многогранные и чтобы определиться родителю на какое именно направление отдать ребенка у нас музыкальной школе есть подготовительное отделение где как раз развиваются есть чтобы ребенок есть возможность попробовать ребенку и музыку и хореографию и художественные то есть чтобы он потом определился до на универсализация просто в ребенке заложены задатки всего по чуть-чуть и посмотреть как эти задатки развиваются можно только в динамике поэтому вот нас такие подготовительные в подготовительное отделение а бывают такие кстати случаи что ребенок поступил но не знаю там на пение а потом перешел в другую добавляют даже что музыкальное отделение заканчивают и и еще там поступают на художественные и так сегодня у вас существует какие отделения изначально в нашей музыкальной школе было музыкальное отделение это первое так мы с вами логично данная школа в 2000 году у нас открылся художественное отделение еще леонид осевич его открыл и до сих пор она очень успешно у нас картины писать да да художественное отделение существует и вот совсем недавно у нас открылась буквально в 2019 году хореографическое отделение а вот сразу же хореографическом потому что в первой части с директором школы мы тоже это обсуждали с зульфею джураевной как как какая хореография что там каким танцам можно учиться потому что сейчас же смотрите сколько проектов то идет от разве что балет пока у нас так все-таки для избранных а все остальные танцы проект практически представлены но я как понимаю там дается базовое обучение то есть базовая народный танец базовая классика ну вот самая база азы которая должна пройтись которые должны пройтись музыкальной школе самбо конечно же я думаю что эти движения для постановки каких-то особо характерных танцев думаю самбо тоже присутствует то есть три направления и по всем трем направлениям работает преподавательский состав до до который вы где отбираете в этом году у нас пришла на хореографическое отделение замечательный педагог иванова виктория станиславовна и пока ведет она 1 это отделение но в следующем году опять же увеличивается количество часов увеличивается количество детей будут привлекаться еще педагоги чуть позже мы еще расскажем как напомним вернее как попасть в вашу школу что для этого нужно сделать но сейчас давайте мы на ведем к нашей второй еще гости которая здесь присутствует людмила сидорова у нее есть право называться пока без отчества правда кстати вы выпускница 2015 года школы детской школы искусств имени леонида ищи кофлера скажите вы по какому направлению выпускница именно в этой школе я художественное направление закончила но еще параллельно я училась в раменском в хоровой школе то есть вы с утра пели а вечером писали рисовали или наоборот вот вы пришли к нам с работами и тут очень такой важный момент скажите вот то что вы учились в этой школе вам вообще помогло потом при вашем обучении в высшем учебном заведении до самом деле мне вообще художественная школа вдохновила на то чтобы дальше идти по творческому пути и отчасти то что я пришла учиться на архитектора это как раз таки спасибо с моим преподавателем татьяне викторовне надежда павловне которые меня учили я помню даже на первом втором курсах приезжала в художественную школу и говорила вот я не понимаю как сделать рисунок там преподаватели что-то там не досказали там не знаю или что-то я не так поняла татьяна виктор она рассказывала да ну то есть как правильно за своими птенцами то наш нужно наблюдать поддерживаем связь я вижу что вы принесли с собой работы давайте мы их сейчас посмотрим времени у нас немного расскажите значит это вот картины это мои работы за время обучения в университете уже у нас была живопись и рисунок давайте посмотрим это же интересно вы вот так вот да да значит это у нас натюрморт правильно или у него называют название есть это натюрморт я в университете немножко отошла от классической живописи больше ушла в такую импрессионизм скорее знаете сейчас пробовали различные техники я хочу сказать для телезрителей которые не очень продвинуты в названиях до всевозможных направлений живописи честно говоря их настолько сейчас много так что вот даже немножечко и так кубизмом так отдает слегка ну вот у меня вот точно такая голова есть который у вас на картине у нас суть была в университете в том что нам ставили довольно странные иногда постановки сначала смотришь думаешь ну просто ну там прямоугольник там не знаю голова и все а нам говорят вот попробуйте почувствовать фактуру текстуру все вот это передайте это очень интересный процесс на самом деле но мне кажется что это главное они пытались и пытаются мне кажется любой художник особенно преподаватель которого есть дар вы показывайте показывайте я вот они же пытаются из вас достать что-то полностью свое то что не похоже на других ну вот вот посмотрите какая замечательная прекрасная вот работа это же да а почему-то я не вижу подписи потом когда знаете леонардо да винчи так не подпишите а потом будут мучиться сидорова это или не сидорова миллион долларов или миллион долларов крошечные подписи крошечные я думаю что уже можно побольше эта работа тоже выполнена уже в вузе да да это университетская работа здесь я пробовала блестящую краску просто нашла ее в художественном магазине и потом сросла с ней просто на все сколько вот вы писали эту картину но это долгая работа вообще у меня ушло занятий 5 наверное по две пары вот эти у меня за одно занятие написаны такие быстрые а это уже более понят давайте следующее тут у нас уже это у нас были живопись да вылетел у меня слова с головы но тут вот не зря леонардо да винчи вспомнила смотрю что представлена выпускная работа по рисунку кстати как она связана с художественной школы это боковская церковь мы ходили когда-то на пленэр и я настолько влюбился эту церковь что когда она сказали что надо архитектурную постройку выбрать для рисунка я не сомневалась признается когда ходят вот на улицу пишут да что-то очень симпа то есть здесь я смотрю у вас и чертеж есть как положено да мы здесь дались фасад план и немножко 3d шик и основным архитектурные что я сейчас вспомнил свои восемь работ я заканчивал фистех начертательная геометрия это катастрофа так что работа очень серьезно так давайте дальше посмотрим это дидро у нас на я не вижу отсюда да так вот и под а что такое 6 с минусом это 5 с плюсом это предварительный просмотр был тут 7 из 10 стоит оценка на самом деле просто у нас несколько этапов просмотра почему мне кажется что на все 10 тянет что не понравилось то им тут ну не знаю возможно нажим какие-то штрихи не такие я так и не постиг а скажите вот эту работу сразу несколько человек делаю да одну и ту же вот фигуру вы писали или как но вот конкретно эту голову у нас все пару человек группе писала потом рисовала потому что нам сказали что она слишком сложно и вообще не беритесь за нее а вы взяли легких путей не ищем вот обратите внимание эта работа выполнена замечательной выпускницы детской школы искусствами леонидовича кофлера людмилы сидоровой совсем недавно 15 год 5 лет только прошло кажется что как вчера так ну и еще одна работа и у нас уже время потихонечку заканчивается зато посмотрите архитектурная работа на втором курсе мы делали сравнение ордеров египетский ордер это скажите сразу наши телезрители что такое ну как-то ордер на обыск только знаю или на квартиру это сочетание пропорции в здании но вот конкретно в античных зданиях это сочетание колонн капителей но кстати вот в чистом виде начертать на геометрии то есть проекция да как это выглядит с высоты ну что я могу сказать замечательно спасибо но в завершении давайте мы сейчас людмила во-первых нас поздравляем вам буквально два слова помогла вам школу если мне школа то может быть другое какое то дело это пошли бы художественная школа это просто не знаю наверное лучшее что было со мной в жизни пока как и торопитесь еще университет университет был под вдохновением после художественной школы так что я считаю что мы в завершении нас минута остается не нагина как попасть в вашу школу все кого сейчас кто-то посмотрит кого-то еще подрастает совсем маленький ребенок кого-то уже даже вот-вот уже может перерасти что делать у нас сейчас с этого года есть программа навигатор московской области то есть в любом поисковике google яндекс можете впечатать детская школа искусств ковлера навигатор московской области детская школа искусств ковлера и после этого вас поисковик выдаст нашу музыкальную школу и там будут все программы на которой открыт набор и будет написано как документы нужно нажимаете зачислить там прям выделена эта кнопочка на зеленым цветом зачислить и дальше переходите на мозг рек сайт и там опять же надо подкрепить свидетельство о рождении заполнить графа выбрать нашу школу муниципалитет кружки и секции у нас мы будем надеяться что рано или поздно это в режиме еще будет произойти происходить в наимеду в оффлайн в любом случае документы подаются через портал даже я понимаю но потом уже надо что ребенка по крайне с руками имеет петь и так придешь скажешь а он прослушивание просмотра лайки как с какого возраста ребеночка можно приводить с четырех лет четырех лет 45 уже берем не ноги на печенка выпускница 2002 года завуч по учебно-воспитательной работе кандидат педагогических наук и выпускница 2015 года людмила сидорова которая московский государственный университет геодезии картографии прошла то есть уже как специалист ну и напомнила все это детская школа искусств имени леонида устья кофлера во первых спасибо всем преподавателям которые сохранили уже столько лет существует это замечательная школа но если у вас появилось желание то посмотрите нашу программу кстати может посмотреть на нашем сайте потом даже еще в записи и убедитесь в том что вы хотели бы чтобы ваш ребенок ваш племянник ваша внучка или внук учились в этой школе по крайней мере вот такие реальные картины могут появиться вашей истории с вами был николай пивненко эта программа открытый диалог до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин